МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты почему в каске? Безопасность превыше всего. Безопасность от чего? От падения, от ударов по голове. Часто падаешь или по голове часто получается? Ну, береженого, Бог бережет. Что такого опасного на весне, что ты в каске? Я работаю на высоте. Какой высоте? Примерно 12 метров, наверное. Сегодня будешь эхом сверху, да? Я сегодня буду пушкарем. Пушкарем? Да. С кого будешь стрелять? Как Катя Пушкарева, не родись красивой. А ты красивый? Я красивый. Вы к весне, наверное, столько готовились, что ты посидел. Да. Это мои волосы, это мои нервы. Ты из какого века до нашей эры ты сюда попал? Эшкаре. Разговариваешь не умеешь еще, да? Что такое эхо в твоем понимании? Эшкаре. Зачем тебе кость? Дай мне. Дай мне. Откуда ты такой клевый костюм? Чьи меха снял? Короче, содержательный очень диалог у нас получается. Ну, он со мной согласен. Что я вижу? Эйфелева башня. Ребят, на студии Сневтехов мечты сбываются. Всегда хотелось ездить к Эйфелевой башне. Вот сегодня знаменательный день. На фоне Эйфелевой башни. Игорь, что ты здесь делаешь? Нет, я не пишу. Я не пишу техам уже давно. Не помогал вообще? Конечно, нет. Нет, нет. Нет, мы поняли. Мы не помогаем. Кого я вижу? Эф-3? Да. Что ты здесь делаешь еще и за кулисами? Мне платят. И по чем стоит продать свою факультет? Не скажу. А что будешь делать? Будешь продать армянный руль так же выходить? Нет. Армянный руль! А вы что думали? Армянный руль есть вместе? На открытии Студвесны каждая из команд показывала визитку своего концерта. Техи рассказали историю о Нептуне и Аиде, волшебном камне и затерянном городе Атлантиде. А назвали свой концерт «Эхо». Эхо что такое? Эхо – это название Студвесной нашей. Что это значит? Для каждого это по-разному значит. Вот для тебя что это? Это сложно. Можно другой вопрос? Каждые люди оставляют в нашей душе какой-либо отголосок. По-другому эхо. Смотри, эхо – это отражение, повторение отголосок. За кем повторять будете? Повторять? Повторять не за кем. У нас будет оригинальный номер. Не номер, а оригинальная Студвесна. Как выглядит оригинальная Студвесна? Вообще рецепт оригинальной Студвесны? Что это такое? Оригинальный Студвесны – сделать то, чего еще никто не делал. А что еще никто не делал? То, что сделаем мы. Где вход в Атлантиду? Да, там. Ты там был? Да. И как там? Ну, нормально. Хорошо? Хорошо. А что пришел обратно? Ну, мне тут спокойнее. Как долго придумывали сюжет Студвесны? Я не знаю, если честно. А что ты знаешь? Расскажи, что знаешь. Ой, все. Ты кто? Это статуя. Что такое эхо? Это концерт. Это концерт? Да. Википедия знает? Мы ей предупредим. Эхо? А вы что, не знаете? Ну, эх, 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 эх. Отражение, повторение звука. За кем повторять будете? Мы не повторяем, мы эхо обозначаем как эхо прошлого. То есть воспоминания какие-то, действия, которые были произведены раньше, действуют на то, что происходит сейчас. Сам ты понял? Нет. Не очень понимаю. Тогда приходите на Студвесну. Я пришла уже, понимаешь? Уже все, поздно. А, Студвесна, технического университета. Пойду и посмотрю. Ты стоишь вот около чего? Что такое? Это наши декорации. А что это? Это портал. Портал? Куда? В иной мир. В иной, в загробный? Нет, в смысле, не в смысле загробный, а в смысле другая, ну как бы, в Атлантиду. То есть можно попасть в Атлантиду? Да. Куда заходить надо? Вот это, в общем, половинка, если воссоединить, то да. Не воссоединить, надо найти до выхода. Короче, пошли мы в Атлантиду. Что такое эхо? Эхо – это продолжение каких-то ценностей наших старших товарищей и какое-то дополнение, то есть отражение от нас. Что от вас отражает? От нас отражается понимание их ценностей. Очень серьезные техи, что-то прям такие ответы серьезные. А вы послушайте концовку нашей Студвесны, там будет такая крутая мысль. Там тоже серьезная мысль, да? Максимально. Что делаешь? Всего ждем. Чего ждешь? Начало концерта. А что не бегаешь, не готовишься? Ну, так все приготовлено уже почти. Ты знаешь, где вход в Атлантиду? Нет. Не был, что ли, там? Все техи уже побывали. Я не был. А что так? Я только первый раз. Ты вот вместо того, чтобы здесь сидеть, пошел бы в Атлантиду сгонял. Ясно? Все, давай иди. Как связана ваша визитка и эхо? Эхо рифмуется с техи, и поэтому мы решили оставить эхо. Эхо рифмуется с техи? Эхо техи. Очень, конечно, сомнительная рифма. У вас визитка была про посейдона, про Аида. У вас будет историческое что-то? Мифологическое? Ну, вы вот-вот увидите, осталось буквально пять минут. Через пять минут вы все увидите. Но там не будет ни посейдона, ни Аида, не переживайте. Я ради них только пришла. В смысле не будет? Деньги возврату не подлежат. Собираемся, уходим. Что такое эхо? На самом деле, очень большой смысл скрыт в таком названии. Изначально это думалось, ну, самый простой вариант – это эхо прошлого. Теперь же итог 100 весны. Когда прозвучит итог 100 весны, каждый из зрителей поймет, что такое эхо для него. Женским голосом петь сегодня будешь? Нет. А на визитке зачем пел? Это актерская игра. Я просто кайфую на сцене, я хочу, я пою. Практически каждая 100 весна начинается с песни. Открывашка должна быть яркой, массовой и зажигательной, чтобы с первых минут заинтересовать зрителей и расположить к себе жюри. Но вот тихий точно знают, что понравится всем, поэтому их концерт начинается с фотографий котиков. Прекрасная половина зрительного зала такой подход оценила. Но идем дальше, все-таки массовое начало никто не отменял. Так на сцене авторская песня под аккомпанемент, конечно же, с подтанцовкой. Уже который год цехи доказывают, что актерское мастерство – их сильная сторона. А попали они в Атлантиду. Именно там и разворачивается основное действие. Главные герои идут по следам своего отца и случайно оказываются в затерянном городе. Команда «Техов» оправдывает свое название. Эти студенты пополно использовали новые технические возможности сцены до Качугу. Например, бой добра и зла получился на славу. В итоге, конечно же, добро победила, семья воссоединилась, прозвучала и обещанная философская мысль. Источник добра и мира существует не только в Атлантиде. Он есть в каждом из нас. Но помните, что каждый ваш поступок будет отзываться эхом в сердцах других. Поэтому решайте, какое эхо хотели бы услышать. Техи, они не могут не удивлять. Ну и что особо радует, как всегда, своей неожиданностью. И никогда не видел, чтобы Техи меня неприятно удивляли. Было очень замечательной, очень много замечательной актерской неожиданной игры. Необычно, только по-теховски, но и всегда в своем они первые. Эхо Техов мы услышали на очереди КФМ. За последние пять лет они три раза побеждали. Кубок доставался то им, то техам. Смогут ли историки вернуть себе первенство, узнаем уже в пятницу. До встречи на Студвесне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!